Приветствую всех, кто меня смотрит. У меня сегодня на обед стажки из фарша. И хочу поделиться с вами своим вариантом рецепта. Для этого нам понадобится 500 грамм фарша, 3 яйца, сыр, такой тостерный сырок, плавленый сырок, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 столовых ложки сметаны, 4 картошки, картофелины, соль, майонез, различные приправы по вкусу. У меня орегано и травка прованс. Сначала нужно приготовить фарш. Так, берем фарш 500 грамм. Можно взять любой фарш. В моем случае сегодня свинина. Чистая свинина, она сочнее, больше мне нравится. И выдавливаем 3 зубчика чеснока. Я делаю через чеснокодавилку туда. Ну вот, я чеснок выдалила. Добавляем. У меня чайная ложка соли. Соль по вкусу. Я добавляю чайную ложку. Немножко черного перца. Буквально для запаха. Добавляем немножко орегано. Чуть-чуть. И травки прованс. Для аромата. Буквально. Чайная ложечка. Даже чуть меньше. Добавляем столовую ложку сметаны. У меня 20-ти процентная. Эта ложка нам еще понадобится. И нужно фарш перемешать. До однородной массы. Вот такой фарш у меня получился. Он довольно такой тугой. Будет хорошо держать форму. Все, фарш готов. А мы теперь временем займемся луком. Я порезала лук. На кубики. Такие средние кубики. Теперь нужно мне его обжарить. Добавляем чуть-чуть растительного масла. Буквально столовую ложку. Масло должно немножко разогреться. И потом мы добавим туда лук. Ну вот мое масло разогрелось. Я отправила туда лук. И тут он постепенно обжаривается. Должен стать прозрачным. И чуть-чуть немножечко подзолотиться. Такого легкого золотого цвета должен стать. Ну мы оставим, пусть он жарится. А тем временем мы будем делать следующий шаг. И займемся яйцами. Я взяла крупную терку. И мне нужно яйца посочить на крупной терке. Яйца готовы. Теперь мне нужно яйцам добавить столовую ложку майонеза. Ну вот так вот. Это делается для того, ну для вкуса во-первых, и во-вторых, чтобы наши наши спички не получили стухими, а были сочными. Вот так перемешиваем. Если видите, что немножко суховато, можно еще чуть-чуть добавить майонеза. Вот так, я думаю, будет хорошо. Это у нас одна из начинок. Готово. Картошку нужно будет тоже посочить на крупной терке, но это я делаю совсем в последнюю очередь, чтобы картошка не потемнела. Эти временем я займусь дальше своим луком. Он еще обжаривается. Ребята, тем временем мой лук готов. Он стал прозрачный. И вот такой золотистый. Так, мне уже нравится. И можно выключать цвету и отставлять. Лук готов. И уже можно формировать наши стажки. Ну а я тем временем приготовила лист. Покрылой бумагой. Я чуть-чуть добавляю растительное масло. И распределяю. Чтоб у меня мои стажки не пригорели. Вот так. В принципе, это не обязательно делать, но лучших надо. Чтоб у нас ничего не пригорело. Ну так. Лук готов. И займемся формированием наших стажков. Я беру в руку такое количество. По размеру, как вам нравится. Какой размер. Каждый делает как хочет. Я такие не люблю большие, поэтому люблю такие средние. И вам нужно сформировать такую форму, как лепешечку. Вот такая примерно, да? И старайтесь в серединке как-то немножко такую выемку сделать, чтоб наши все ингредиенты хорошо туда ложились и не стекали в процессе приготовления. Вот так. И выкладываем на листик. Еще немножко вот так пальцами углубление делаем, чтобы у меня вся начинка ложилась туда аккуратненько, ровненько. Дальше делаем. Сколько получится. Вот так, ребята, у меня получилось. Девять фрикадельчик. Немножко серединку, да, помяли. Как я сказала, чтоб начинка туда получше входила. Вот так, вот в моем случае получилось так, раз, девять штучек. Немножко поправлю. Аккуратнее выглядело, покрасивее. Так, теперь что нам нужно? Теперь мы берем лук. Это первый, что наполнитель. И распределяем равномерно. Вот, я распределила лук. Ну, где-то как чайная ложечка. И тоже очень хорошая минге. Как раз для всего хватает. Количество. Минге это количество. Так, теперь будем закладывать следующую начинку. Следующая начинка у нас яйца. Я тоже буду делать с маленькой ложкой. С маленькой ложкой как-то удобнее распределять. Вот так. Сначала распределим. А потом равномерно разложим по всей нашей котлетке. И фрикадельке. Как кому нравится. Так, у меня сегодня хорошо получилось. С ингредиентами, со всеми количеством. Прям всё так. Ничего не остаётся. Всё прям рифти, где количество сделала. Ну, я потом в описании для видео напишу. Точный рецепт. Сколько я чего брала. Немножко много. Можно сюда добавить. И вот так же распределяем равномерно по всей площади. Равномерно, чтобы следующая начинка не сваливалась. Должно всё ровно быть. Даже серединки немножко. Режать. Вообще, конечно, много рецептов есть на стажки. Я тоже многие делала. Какие-то мне не нравились. Вот один раз я делала такой рецепт. И лук, где не нужно было лук обжаривать. Очень, ну, не понравилось. И потом я сама решила для себя, что я буду лук обжаривать. Знаете, он такой... Он не пропёкся. Потому что всё-таки стажки получаются довольно толстые, да. И очень тяжело за 45 минут лук лежит на самом дне. Директно прям на нашей фрикадели. И поэтому он не прожаривается. И когда я сделала его так, сырым положила, он не прожарился. Был жёсткий. И мне не понравилось. И вот с того раза я делаю теперь обжариваю лук. Ну, это тоже дело вкуса. Каждый делает, как ему нужно, как ему нравится. Так же соль, так же специи, как я говорила. Всё добавляйте в то, что вы любите. Это как бы базовый рецепт. Можно добавлять любые ингредиенты, или какие-то убрать, которые вам не нравятся. Я думаю, всё равно будет вкусно. Так, ну, тем не менее, я свои яйца уже уложила. Следующая моя начинка, это картошка. Картошку также нужно натереть на крупной тёрке. Здесь я посочила картофель на крупной тёрке. Картошку теперь мне нужно посолить. Соль по вкусу. Где-то 4 средних картошечки у меня было. Ну, вот, я беру такую чайную ложечку. Не совсем полную. Солью нужно быть поаккуратнее, потому что майонез даёт соль, сыр даёт соль. Не пересолить щепотку соли. Так, свежий перец. И всё это дело перемешиваем. Соль распределилась. Вот только довольно много получилось картошки. Это как верхний слой получается. Тут как бы получаются слои. Вот фарш слой такой, где-то примерно 1 сантиметр. И картошка должна быть столько же. Вот так. Кстати, можно добавить тоже какую-нибудь травку. Можно петрозиле добавить. Ну, буквально сухую. У меня сухая. Буквально для цвета, чтобы не было такой цвет. Вот так, как-то скучно. Скучновато. Хочется праздника. Вот. Совсем другое дело. Ну, всё, я думаю, достаточно. Как вы видите, за счёт картошки, что для этого блюда не нужен никакой гарнир. Это полноценное блюдо. Мясо с картошкой. То есть, можно подавать, сделать салат, зелёный салат. Либо традиционный огурцы и помидоры. Так, нравится, да? Ну, так. Ну, мы уже практически на финиш, на прямой. Нам нужно теперь распределить картошку. Картошку я распределяю руками. Потому что так удобней. Вот так вот. Побольше, видите? Как вы делаете так? Оптично, по оптике, чтобы напоминало стажок. Поэтому не называются стажки. И вот так выкладываем все наши фрикаделечки. Ну, вот, ребят, посмотрите, какая красота у меня получилась. Четыре средней картошки ушло. Тоже прям рифтик. Картошка даёт сок немножко, и я этот сок немножко сливаю. Чтоб не потекло у меня тут всё. Ну, и всё. Первый этап готов. Я, тем временем, разогрела духовку на 180 градусов. И отправляю на 20 минут духовку. Прошло 20 минут. Вот так выглядят мои стажки. Они дошли до полуготовности. И теперь я могу заключительный этап сделать. Положить сыр. И уже готовить до готовности. Значит, я добавляю вот такой плавленый сырок. Мне нравится, когда два сорта сыра. Как-то вкус пикантнее, вкуснее. В общем, что мне сделать? Мне эту шайбу нужно разделить на четыре части. Вот так я разделяю. Вверх прижимаю. И позыпаю сверху вверх. Вверх прижимаю. Я не знаю. У меня, видимо, такая духовка. Но у меня даже сыр, если я делю на два этапа, и все равно сыр немножко горит. Поэтому я сверху еще немножко смазываю со сметаной. Буквально чуть-чуть. Такой слоненький, тоненький слой. Вот так. Тогда сыр не горит. Вот так хорошенько смазываем со сторон. Тут. И оно немножко придавит сыр тоже, чтобы сыр не будет сваливаться со стажка. И вот в таком духе. Ну вот, ребят, стажки мои готовы. Все. Я их все засыпала сыром. Смазала сметанкой. Я бы сказать, защитный слой, чтобы не пригорало. И отправляю опять в духовку. От 20 до 25 минут. Смотрите. Ух, все в духовке разные. Готовим до готовности. Ну вот, ребят, мои стажки готовы. Вот как они выглядят. Цвет красивый получился. Вот для этого я и помазала их сметаной. Ничего не сгорело. Очень красивый, видите, такой золотистый цвет. Очень хорошо. Я так довольна. Очень хорошо получилось. Ну вот, мой обед готов. Сейчас я еще разрежу один стажок и покажу вам, как это выглядит в разрезе. Ну вот. Вот так выглядит это в разрезе. Видите? Слои. Все хорошо. Все держится. Как видно, очень сочно все получилось. Сейчас уже придет моя фамилия. Буду их кормить. Хочу поблагодарить всех, кто смотрел меня. Пробуйте. Готовьте с любовью. А я буду с вами прощаться. До следующего влога. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok